друзья всем огромный огромнейший привет приветствую вас на канале никиты крылова вот мы вместе с юлей находимся в чудесном городе ялта вы находитесь на канале никита крылова не забывайте о том что у вас есть возможность подписаться также оставить комментарий и у меня есть телеграм-канал переходите смотрите вот но самое интересное то что у меня такое незапланированное отключение произошло я хотел начать видео так с такого эстетичного кадра как нам приносят вкуснейший завтрак мы с юлей приехали просто позавтракать ялту потому что есть такая возможность все работают ну а нам необходимо тоже немного хотя бы отдыхать и проводить время с пользой спасибо большое и хотел начать всех кадров уже еды вот с ваших любимых но иду и такая пустота в ялте и жарюка что думаю ну просто ну вот для для хейтеров которые постоянно говорят что в крыму нет людей вот же друзья вот то что вам надо вот она картинка но на самом деле почему нет людей неимоверная жара вот неимоверная жара и все сейчас находятся на пляже возле воды я считаю это абсолютно правильно сколько сейчас где-то 11 до пол двенадцатого наверно надо 11 где-то примерно пол одиннадцатого ну вы понимаете самое самое время отдыхать и возле воды поэтому все как говорится ушли к морю ну а мы идем с юлей вкусно завтракать сегодня видео я очень надеюсь что покажу что у нас происходит значит на горском нашей столовой вот кто еще не знает у нас есть столовая расположена она в поселке недалеко от луж ты но а решили мы все-таки поехать по завтракать именно сюда в ялту тоже есть классное место о нем немного позже расскажу кстати чем вообще закончится видео я не знаю потому что так как я не знаю что еще произойдет у меня во время трудового дня вы знаете например вчера я там менял канализацию там забирал генератор короче говоря столько всего делал чего вообще не было запланировано поэтому надеюсь что самое главное я по вкусная позавтракая вот это очень очень жарко да вот реально пекло кстати я заметил что на самом деле картинка обычно не передает это знаете вот температуру кажется просто тепленько наверняка на картинке ничего подобного именно пекло друзья вот самое пекло мы столкнулись с абсолютнейшим вредом друзья мы пришли в гастродвор хорошее заведение на хорошем уровне вот работают просто раз мы заходили туда прям вовнутрь и завтракали сегодня говорят основной зал закрыт в прошлый раз пустили было много людей пустили в основной зал сегодня не пускают на веранде и сдохни в жаре через несколько секунд юля выйдет допивших свой кофе с этого заведения и мы уже очень довольны потому что нам все-таки удалось позавтракать мы дождались пока освободился столик чтобы вы понимали у них в первом зале грубо говоря там мест например 20 посадочных а в следующем зале там 150 200 человек такое ощущение может поместиться вот почему не сделать часть зала но странно вот но вообще все очень вкусно замечательно и классно мы за завтрак за таких два больших завтрака за два кофе и взял я еще с собой трубочку с изглеченочкой знаете как настоящая настоящая трубочка за это все мы отдали 2300 рублей я считаю что это очень достойно и если честно я считаю что это недорого потому что уровень хороший еды много прям реально объелись и самое главное насытились вы знаете у меня когда вкусно тогда нас часть когда не вкусно просто набиваю живот вот выйдем сейчас туда на секунду послушайте звуки какие издают яхты вот это вот из-за порыва ветра такие звуки издает я парусники свистят мачты дует ветер но такой горячий что просто никого видеть тишина ну сейчас явно гулять это не алло 36 друзья градусов тепла за бортом и мы двигаемся в сторону славного поселка Сыночногорска также не забывайте что на нашем пути будет остановка на базу сделаем коротенькую закупочку скажем так дозаправочку для столовой вот и погнали вперед друзья работать мы сегодня выехали кстати на час позже чем планировали потому что что и мы распали немного я и не ставил специально я знаете вообще будильники не ставлю меня обычно кто-то будет с утра мне говорят никита приходи у нас там то у нас все вечер столовой друзья людей достаточно все все пришли поужинать вот у нас сейчас так двери полузакрыты дело в том что у нас есть небольшой кондиционер он к сожалению не справляется но пару градусов все-таки попрохладнее у нас нежели на улице где-то чуть-чуть сбиваем жару что называется у нас тоже в мозгах естественно есть что необходимо установить кондиционер но к сожалению пока что так вот необходимо такой мощный промышленный дорогущий классный и будет еще лучше вот сколько кстати гадости мне писали по поводу что-то вот этой зоны она сейчас выглядит не совсем приемлемо потому что естественно мусор да полный у нас сейчас буквально через 20 минут мы закрываемся все это начнется уборка поливка цветов и так далее вот кроме того у нас не много написали гадости по поводу цветов мол очень мало зелени они у нас обычно висели на зонтах но сейчас сильный ветер бывает такой порывистый мощный-мощный такой сухой горячий ветруганище поэтому два зонта закрыты такие знаете которые на ветру находятся а эти немного сбоку поэтому стараемся все-таки их держать открытым во-первых так и в зале у нас попрохладней а во-вторых конечно хотя бы вот эта зона уличная работает потому что все-таки хочется чтобы был выбор у гостей кто-то хочет сидеть здесь кто-то хочет внутри главное выбор любимая смотрю выходят дети с любимым лаконством под названием наггетсы у нас в этом году есть повара которые работали каждый год из года в год уже приезжают есть новые повара и очень радует что все какие-то нововведения делают несмотря на то что например у нас в этом году работает повар которая с года открытия у нас вы представьте то есть уже ну в том году пропустили мы да не работала она вот то есть четвертый год это я считаю дорогого стоит и это о чем-то говорит во-первых это говорит и о нашем доверии повар ну и очень важно о том какие мы работодатели то есть даже в том году ну не срослось да разные нюансы бывают но в этом году мы снова сошлись по обоюдному желанию и надеюсь что как бы все от этого только вы как-то так так вот несмотря на то что человек работал у нас много лет казалось бы все сюрпризы уже можно было бы да и оставить ничего подобного у нее очень много всего и что там мы предлагаем что там она предлагает то есть всегда идет развитие это самое главное это самое главное что мы не стоим на месте мы развиваемся в частности вот бургеры вели пиццу вели такую школьную вот в хорошем смысле школьную пиццу то есть много колбасы сыра кетчуп такую простую детскую вкусную поэтому даже недавно женщина выходила говорит спасибо большое все было очень вкусно вы вернули меня в детство но я думаю в каком-то смысле если вы да из какого-то города крупного где там вкусные точки или макдональдс или около как вот то конечно такие привычные блюда домашние тоже пюре картофельное котлеты вот если они хорошо приготовлены то я считаю что это это очень это база что называется это вот традиции и это я я посчитал что это огромный комплимент главное что она ушла довольная хотя вот сейчас у детей детства это наггетсы это те же бургеры ну это нормально поколение должно меняться вкусы должны меняться вот эти хотел вам показать друзья какие у нас сцены но там сейчас честно говоря люди стоят и я так знаете ли запомнил посчитал вот сколько стоит например у нас комплексный обед такого меню нет понятия комплексный обед но вот если вы будете выбирать и первое и второе и естественно и мясное и салат и компот то я посчитал это где-то 400 с копеечкой рублей дорого дешево я вам так скажу если это было бы пару лет назад цена была бы совсем другой сейчас как я считаю это очень адекватная сумма если пойти в любой фастфуд то начало это для того чтобы поесть ну рублей 500 это минимум согласитесь минимум а здесь не фастфуд здесь вы получите например тоже там вкусный суп да вы получите гарнир да там макароны гречку риск убираете котлету вкусную мясную хорошую кроме того салат тоже выберите какой вы захотите компот компот или каркаде или облепиховый морс тоже кому что нравится потому что я очень люблю облепиховый поэтому я в основном ее кто-то я люблю из сухофруктов поэтому коротко по ценам у нас столовой если вы придете то рассчитывайте что вот ну скажем так 450 рублей это вы отдадите за комплексный обед но снова таки тут очень важно кто-то скажет а вот у меня в городе в столовой дешевле кто-то наоборот скажет дороже вы должны учитывать что это сезон из-за того что сезон повара не будут работать за те деньги которые они будут работать круглогодично у себя дома они тоже приезжают с других столовых например кто-то работает в школе допустим в университете и на время как бы отдыха отпуска они приезжают зарабатывать здесь совсем другие зарплаты кроме того меняются постоянно цены на сырье на тоже мясо например как только начинается высокий сезон начинает ну а мне поставщик всегда говорит мы не справляемся там срывается поставки мяса например и вот срыв поставки допустим и куриного филе все если оно стоило там 340 в начале сезона то сейчас уже там 365 и это касается многих продуктов 365 это прям мега адекватная цена пока что я вам скажу честно и я думаю что какие-то пиковые дни 400 500 рублей за килограмм филе будет если снова такие если какие-то срывы по поставкам сразу цены растут мы не мы не подгоняем под них мы где-то прижимаемся но чтобы как говорится не было такого что человек пришел на следующий день у бак дороже вам что такое подождите это вы хотите заработать не ничего подобного мы стараемся вот поэтому коротко по ценам я рассказал ну смотрите если конкретно то например взять у нас суп лапша стоит 99 рублей где-то дешевле где-то дороже но мы варим его на хорошем бульоне это не какой-то там сухой бульон или что-то такое то есть это вот повар делает как дома что называется да то есть это вкусно самое главное кроме того зелень идет туда очень кому как хочется борщ он идет со сметаной тоже вкусный борщ делается на на курице делаем что важно не на свинить почему потому что жарко курица гораздо проще переносится в жару куриный бульон он не такой жирный вот и все если хочется более такой насыщенная ту же солянку вот у нас она стоит 225 рублей для нас это такой знаете вот очень высокий ценник для столовой но если вы попробуйте у вас не останется вопросов почему такая цена нет ни картошки ничего это чистое мясо колбаса идет пять видов мяса куриная грудка колбаса копченая колбаса вареная так ветчина туда идет пять видов мяса представьте чистое мясо и соленые огурцы кроме того подается а маслины туда взять не идут лимон подается солянки сметана подается в общем стараемся максимально ну а еще что еще вот пацаны вам рассказать вспомним друзья это да сижу разговариваю а я же не купил говядину на завтра мне нужно сейчас срочно ехать вот я сейчас поеду как раз к магазин к местному фермеру куплю обалденнейший кусочек говядины потому что завтра у нас будет магманчик магман хочется чтобы на говядине поэтому друзья и погнал быстро рыбачьи боже насколько же красиво на сегодня остановился что показать вам наши местные красоты вот рыбачьи как раз там и находится тот знаменитый поставщик говядины у нас вот именно там я сказал мне нужна говядина говядины где-то будет без проблем вообще можно не переживать но я собственно и не переживаю единственное мне конечно беспокоит эта погодка я думаю вы слышите да как задувает ветерок и он давай горячий это безумно приятно например можно ночью купаться до классно отдыхать но поверьте на кухне сверх жарко то есть но тяжело работать в эту погоду поэтому ты всем этому чуть будет получше и поспокойнее когда вот вечерочек если бы не было ветра просто было бы так прохладненько уютно здорово посидеть надеть кофточку и посидеть на берегу моря выпить чего-нибудь такого виноградного да это господи за милую душ мне кажется а в такую погоду я вам скажу только из холодильника доставать вот этот самый виноградный напиток потому что так тепло слишком жарко неуютно а так красота друзья перед вами поселок рыбачье я уже надеюсь это сказал безумно красивое место с огромнейшим пляжем я сейчас спрашиваю людей вообще точнее меня спрашивают ну и я естественно спрашиваю как сезон как сезон и все говорят что-то пошло что-то пошло я не могу сказать что что-то пошло у меня только сейчас в этом году мы работаем вообще супер отлично здорово грех жаловаться единственное очень тяжело я думаю что по комментариям ну вы тоже это отмечаете что честно и скинул вес из-за того что тяжело очень напряженно трудимся стараемся несмотря на то что это действительно не просто я рад я рад что у нас есть возможность работать потому что мы предприниматели нам дай поработать мы только с радостью все будем делать вот мы для этого принципе и есть вот но работа работа иногда все-таки полезного так остановиться лишний раз и просто посмотреть вокруг где ты живешь насколько здесь красиво вот тоже корабли например стоят отдыхают себе это прогулочные катера видите такие небольшие надеюсь что видно они просто маленькие что же море такое знаете бескрайние насыщенное сейчас прям стихия какая-то такая понемногу понемногу такое ощущение что и шторм может начаться в общем красиво здорово и чувствуешь что чувствуешь что живешь вот честно я вам скажу потому что целыми днями что-то творишь то извиняюсь за выражение выгребную яму ныряешь то делаешь там канализацию перепроводишь потому что что-то забилось то кран потек то еще что-то это помимо основной работы скажем так когда необходимо заказывать все 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 то у кого-то нервный срыв и тоже необходимо там какой-то конфликт уладить например в общем работы много стараемся и слава богу у нас получается кстати там красиво в этой стороне тоже посмотрите какой красивый закат кстати закаты вот если это эту сторону смотреть закаты в той стороне они такие то есть солнца мы не видим а вот рассвет и рассвет там это так красиво я вам честно скажу особенно когда ты после ночной гуляночки точнее или ты во время ночной гуляночки знаете подрут под утро такое самое вот то вот настроение и тут начинает вставать солнце и ты думаешь господи как же хорошо как же замечательно и пьяный идешь домой спать это это круто классика жанра друзья приезжайте в крым приезжайте к нам у нас действительно очень и очень круто а если вы поедете на другую сторону полуострова там николаевка например там закаты там тоже по-своему прекрасно я остался один все все уже ушли все готово закрытию столовой сегодня у нас один из редких дней когда столовая действительно закрывается на ночь потому что в основном мы работаем круглосуточно повара работают круглосуточно смена за сменой частности в ночную смену у нас делается выпечка чтоб с утра все было вкусно замечательно хорошо я не даром цены вам да показываю что вы видели их расскажу вам вообще свои ощущения по ценам допустим например борь 129 рублей это далеко не низкая цена но за счет того что мы где-то ну как я считаю больше нас хороший достойный где-то мы цену немного выше у нас на мясо например у нас очень хорошие цены то есть там в основном все стоит ниже 200 рублей за исключением там буквально нескольких позиций это рулеты например где 250 граммов мяса естественно они чуть за 200 у нас выходит а так цены у нас как я считаю очень достойные в общем ну смотрите да смотрите комментируйте обсуждайте где-то да где-то выше где-то ниже но самое главное не знаете честные потому что есть столовые например где ты смотришь о вроде такая низкая цена на больше на то на то на то на то вот а в итоге они знаете берут как раз таки и каким образом действует они такие hop на это низкая цена допустим ты берешь там ну допустим лимонад или компот вот у нас компот стоит 40 рублей а у них там 60 80 90 100 150 рублей то есть за счет каких-то позиций они очень сильно выруливают в итоге чек выходит очень солидный но не будем называть там конкретных названий столовых частности например друзья работают на гидроциклах до бананов они говорят что не у нас а в соседний поселок они ходили в столовую и там на одного человека вот минимально поесть там 1000 рублей как минимально нормально я так думаю я не знаю что значит минимально в общем год ну в тысячу рублей минимум выкладываем на человека вот у нас это было гораздо ниже по стоимости например да вот пюре у нас сам расскажу вот пюре 119 рублей у нас стоит 119 рублей друзья это 200 граммов порция вот в некоторых столовых 120 рублей 100 граммов ну 100 граммов это вообще ни о чем вот попробуйте дома взвести порцию которую вы едите 200 граммов это такая оптимальная порция это не перебор это ну то есть вот знаете если не только пюре если будь атлетой то 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 это прям вот достаточно все это конечно же не мы изобретаем есть определенные там санпины есть определенные книги и все это давным-давно изобретено и нам лишь необходимо следовать этим указаниям и все будет хорошо как говорится вот то есть все давно рассчитана сколько калорий сколько того того нужно человеку чтобы наесться вот поэтому принципе к нам и переходит кто-то там берет салат куда-то берет кто-то берет первый кто-то не берет естественно кто-то перед одну котлету кто-то две три вот пацаны которые работают они там по пару котлет берут всегда потому что говорят ну мы хотим так вот наедаться в обед например в общем у нас есть также например покажу вам некоторые позиции вот есть например сэндвич ролл плюс кофе 225 рублей кто-то скажет а вот у нас в городе можно купить например там тот же ролл за там 120 рублей и кофе ты купишь за 30 или там за 50 рублей будет ниже стоимость а я могу смело ответить то что соседнем поселке снова таких рыбачьем вот я увидел это шаурма стоит 250 рублей в общем а у нас тут и ролл и кофе за 225 ты получаешь поэтому где-то что-то дороже где-то что-то дешевле самое главное вот еще раз повторюсь это по-честному то есть вот написано у нас в основном все за порцию кроме там буквально нескольких позиций мясных это потому что например там курица до жареная корочок запеченный в духовке вот он по граммовке потому что естественно кто-то любит там побольше что-то поменьше мы не можем соблюдать чтобы все куриные вот части были там 100 граммов или сам 150 200 граммов мы не можем этого сделать физически потому что но это же птицы да она разная все ты перевозится она как бы в разных ну в общем вы поняли о чем я говорю вы поняли вот как-то так поэтому я вам кратко цены рассказал напоминаю столовое лето находится в поселке солнечногорское кстати мы здесь постоянно находимся и наши зрители постоянно здесь тоже нас видят а еще важный момент я забыл очень важный момент у нас я просто уже честно говоря так уставший сейчас порядка 11 да не 10 часов вечера думал уже 11 10 часов вечера вот несмотря на то что 8 закрывается столовая что просто что вы понимали в 10 раньше мы не уходим это считается как бы ранее время сегодня у нас есть новость что появляется конкуренты у нас вот и посмотрим насколько будет это нам в плюс или в минус это все чисто нельзя трогать плюс минус мы посмотрим вот и еще важная новость мы отменили в этом году скидки почему мы отменили скидки ну во первых гиперважно что мы себе можем это позволить поскольку мы здесь моноболисты вот пока что понятно что скоро столовая откроется посмотрим что как будет и самое важное у нас честная цена мы не завышаем мы не крутим вертим что-то здесь то есть мы решили действовать разумно мы сами себе сказали давай ну вот или мы сели и подумали давай как бы делать работать по честному мы пять лет нарабатывали эту репутацию вот пятый год мы работаем соответственно мы хотим всегда быть на уровне почему отменили скидку все очень просто цены например вот за последние пару лет выросли просто в разы да вот мне кажется мы же цены так не поднимали мы потихоньку их потихоньку подгоняли да все эти года но каких-то высоких цен заоблачных у нас нет я же говорил что вот у нас 120 рублей там пюре например 200 граммов хорошая порция 190 рублей а где-то там это 100 граммов всего лишь то есть мы стараемся по-честному работа и скидка на самом деле она ну она очень убивала ценник в плане того что нам необходимо было за счет обеда поднять цены в общем и за счет этого вечером мы могли бы сделать скидку мы этого не стали делать для того чтобы повторяю всем было комфортно для того чтобы мы вы могли и в обед прийти поесть и на ужин и завтрак вот мы стараемся делать вот некоторые даже обижаются приходят под закрытие грета почему ничего нет мы стараемся готовить так чтобы финале уже ничего не оставалось что-то остается не переживайте есть кому съесть вот и ну в общем и бабушку кормим всех 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 то есть это вообще никакая не проблема ну и повторюсь что скидку отменили для того чтобы не повышать цены вот как-то так я считаю это честно самое главное мы не меняем качество оставляя цену это это основное повторюсь еще раз у нас появляются конкуренты мы посмотрим как только произойдет открытие тоже расскажу что у нас как и происходит ну а сейчас мы можем говорить столовой все спокойной ночи сегодня у нас нет ночной смены потому что у повара день рождения вот сейчас как раз все повара собрались за столом и празднуют мы тоже с юлей сейчас подойдем обязательно поздравим несмотря на то что скажу вам честно с открытия столовой с алкоголем я попрощался потому что честно ну невозможно постоянно работаем и ну это да ну и принципе у нас и повара тоже они разумны конечно посидеть я всегда за но завтра всем 5 утра на работу поэтому как-то так все друзья спасибо огромное что приезжаете спасибо огромное что смотрите спасибо огромное что вы есть у меня а я есть у вас не забывайте о том что вы можете подписаться поставить колокольчик оставляйте комментарии давайте обсуждать цены нам есть в общем о чем поговорить все всем удачи здоровья счастья самое главное мира пока 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 и